Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать? Тебе в этом поможет сервис Best Donat. Один из самых крупных и надежных сервисов по донату. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести, а также любую акцию и любой набор крисов, который только появляется в игре. А на первую покупку тебя также будешь ждать скидка в 5%. По всем интересующим вопросам пиши в телеграмм Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре начались гоблины и нам в рекомендации добавили Дарк Физера. На данный момент это один из самых полезных героев в игре. Его можно и в оборону поставить, и в атаке он отлично будет играть. И на титанов брать, обычных мифических. В общем задействовать его можно практически везде. Я сегодня хотел здесь попризывать и попробовать его поймать, но неожиданно включили призыв самородков. И сюда добавили не сказать, что хуже героев. Малин отлично подойдет на ОБ и в оборону, и в атаку, чего она только не делает. И если она с обороны ультанет, и у атакующей команды не будет чистки, то эта команда навряд ли после ее ульты как-то оправится. Потому что ну тут реально очень много всего неприятного она делает. И вот название ульты прям полностью ее описывает, реально какой-то дикий удар. Ну и Ирис, быстрый оверхп хиллер, здесь уже как бы понятно, что герой очень ценный. Еще бафает атаку, ну и также чистит все негативные эффекты. И вот этот герой навряд ли вообще когда-нибудь устареет. Например, та же профессорша, которая вышла очень давно, которая медленная, хоть пассивка и средняя условно. Но она до сих пор играбельная, представляете, ну вот этот герой. Он будет вообще реально всегда актуальный. Каждый, в общем, вот этот перс из этих двух топовый именно в своей области. И если сегодня удастся выловить вообще хоть кого-то из них, будет очень круто. У меня как раз 12 дротиков, поэтому хотелось бы вообще, чтобы оба эти героя выпали. Ребят, думаю, лучше здесь попризываем. Тут как раз вроде как шансы больше на этих рекомендованных героев. Ну вот проверим. Один раз мы уже здесь призывали, никто не выпал. Надеюсь, сегодня результат будет лучше. Так, ну и давайте посмотрим, какого нового гоблина нам в игру ввели. И насколько он будет имбовый. Синяя пятерка, грим стил, скорость маны, медленный окей. Восстанавливает 54 здоровья всех героев. Хилл достаточно большой. Рост все союзники получают 400 атаки и 400 защиты. И здесь, смотрите, если мы его рассматриваем в оборону, например, на ОБ, то вот этот рост будет, ну, очень неприятный. Во-первых, он бафнет защиту, этих героев будет сложнее пробить. И также разгонит атаку. И получается и из тычек, и с ульты они уже будут гораздо больше урона наносить. Да даже если они, кто-нибудь из них будет призывать миньонов, то и миньоны со своих тычек также будут больше этого урона выбивать. В общем, пока все отлично. И все союзники получают плюс 30% восстановления маны на 4 хода. И здесь они как-то опять перевели непонятно. Восстановление, это имеется ввиду увеличение регенерации маны или что? Они каждый раз по-новому все это переводят. Но если это имеется ввиду генерацию маны, он увеличит, то 30%, не сказать, что много. И если эффект снят до окончания срока действия, цель с эффектом получает плюс 10% маны. Ну здесь понятно, прямой наброс маны. Тоже неплохо, если мы рассматриваем всю ту же оборону на ОБ. Там часто встречаются таунт и потом та же графиня Винтер свои бафы всевозможные вешает. И если их попробовать диспеллом снять и будет находиться баф вот этого героя, то им тут же будет набрасываться мана. Получается, что диспеллом в атаке против этого героя станет сложнее играть. Его уже нужно будет очень аккуратно применять. На ОБ обороны становится реально с пятыми отрядами, с такими героями очень сложной. Моник там не возьмешь, там камней-то не будет. А 3-2 уже просто не пробивается. Короче, не знаю. ОБ можно смело вообще просто режимы пропускать на войне скоро станет и все. Чтобы нервы себе не трепать. А если говорить про обычные режимы, например, его может дозаряжать Танатос. Потом из структурных героев, которые недавно вышла на Утика. Или как ее, не помню, честно, ребят, как ее зовут. Вот она его может дозаряжать. Герой получился не сказать, что прям какой-то жесткий, но и плохим его не назовешь. Если выпадет, прокачивать его, конечно же, можно. Но целенаправленно его вылавливать не стоит. Ну и давайте попризываем. Переходим в призыв самородков. Давайте сначала крутанем немного вот здесь вот. Это событие уже заканчивается. А я до сих пор здесь не призывал. И вот любого отсюда героя хотелось бы попробовать достать. Но что-то падают тройки одни. Короче, три тройки. Ладно. Здесь еще пару жетонов крутанем. Четверка. Ладно. На четверке стоит остановиться. Ну и давайте десятку бахнем. Сделаем здесь всего x20. Скоро день рождения игры. Будет там призыв. И Крису лучше туда ставить. Начинаем с тройки. Ну давайте шансы. 1.8. Пошли с желтым. Вроде как. Нужный цвет. Ну не знаю. Короче, давайте так промотаем. Нифига. Ладно. Может этот разгрузить. Рандом. Цветным сундуком. Давайте посмотрим, что здесь выходит. По предметам, как всегда. И три серебряных жетона. Нет. Смотрите. Ух ты. Ничего себе. Ну ладно. Давайте еще одну десятку бахнем. Здесь парочку все-таки еще сделаем. Четверка. Желтый. Окей. Здесь один можно бахнуть. Ну и еще одну десятку. С кого только. Давайте вот с нее. Опять синий тройка. Светогриф. Нет. Ульмир. Давай. Вот любую рекомендацию. Было бы отлично. Пошли четверки. На. Давайте по-немогу ускорять зеленые. Так. Ну и все. Да. Короче. Не работают эти шансы. Не знаю. Хочется еще крутануть. Но. Что-то я сомневаюсь, что здесь кто-нибудь выпадет. Поэтому давайте здесь три жетона докрутим. Ульмир. Сколько их сегодня выпало. Ну тройки идут. Нет. Даже не буду дальше крутить. Хотя один можно. Парочку. Тройка. Ну здесь так же. Пошли четверки. Ну давай. Хотя бы здесь. Понятно. Ладно. Гарант подошел. Давайте заберем его. И. Фриду. Самое полезное отсюда. Ну что, ребята. Такие вот были призывы. Сделали мы. Икс 42. И ничего полезного. Так и не выпало. Удивляться, думаю, здесь не стоит. Потому что для этой игры это обычные призывы. Вам все равно удачи на них. Чтобы вы подали нужные рекомендованные герои. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok